Всем привет! С вами Информ ТВ. Актер Игорь Савочкин знаком большому количеству представительниц прекрасного пола. Этого очаровательного мужчину просто невозможно забыть. Он обладает очень запоминающейся внешностью. При этом актер снялся в очень большом количестве разнообразных фильмов и сериалов. Стоит сказать, что Игорю хорошо удаются многие роли. Он идеально играет сотрудников полиции, при этом мужчина неплохо справляется и с ролью самих преступников. Также стоит отметить, что у мужчины достаточно интересная биография и именно о ней наше видео. Родился актер в Саратовской области. Семья не связана с актерской профессией. Мама была учительницей в школе, а отец редактора местной газеты. Из-за занятости родителей, ну или может по каким-то другим причинам, парень рос большим хулиганом. Его не раз забирали в милицию. Родителям пришлось очень много помучиться со своим чадом. Тогда никто и не думал ни о какой карьере актера. Возможно, что родители и пророчили своему сыну карьеру учителя и журналиста, но все равно все получилось иначе. Никто не ожидал такого поворота событий. Игорь очень хорошо дружил с Захаром Федосеевым. Именно он пригласил его в саратовский тюз. Парень без всяких раздумий согласился. Работа в сфере сельского хозяйства никак не располагала к себе молодого человека. Он в то время начал выступать на сцене в эпизодических ролях. Когда закончил актерский факультет, попытал свое счастье в Москве. Вот только 90-е годы были тяжелыми не только для Савочкина, но и для жителей всей страны. Для актеров практически не было никакой работы. И парень подрабатывал везде, где можно. Он был таксистом, был продавцом. Главная роль к мужчине пришла в 2000-м, но настоящая популярность пришла после сериала «Громовы». Эта роль, кстати, понравилась и самому актеру. С этого момента роли посыпались одна за другой. Различные режиссеры начали его приглашать в свои картины. В какой-то момент, к сожалению, у Игоря начались проблемы с алкоголем. К счастью, он вовремя взял себя в руки и забыл эту вредную привычку раз и навсегда. На съемках «Наши 90-е» ему удалось познакомиться с прекрасной девушкой Катей, которая позже станет его женой. Она на 6 лет моложе самого актера. Именно поэтому людям особо не нравится данная пара. Их воспринимают в основном как отца с дочерью. Девушка, кстати, работала в группе Бекмамбетова. У них настоящая любовь. К сожалению, пока что детей у них нет, но все еще в будущем. А как вы считаете, смотрятся ли они вместе? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok